Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам-ФМ. Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. Сейчас время сухого остатка. Как всегда в это время, мы говорим о текущей ситуации на финансовых рынках. Мы строим прогнозы, хоть вещи-то неблагодарные. Как известно, мы предполагаем те или иные события. Ну и, собственно, разговариваем, отвечаем на вопросы. Вас, наши уважаемые слушатели. Я напомню, телефоны в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Также есть сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь торговыми решениями. А сегодня в гостях у меня, я представляю своих сегодняшних гостей. Это Айрат Хариков, старший аналитик институционной компании «Велес Капитал». Добрый вечер, Айрат. Добрый день. И это Александр Морин, аналитик институционной компании «Совлинк». Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. Тема сегодняшней программы, ну, собственно, тема стандартная, да, ситуация на финансовых рынках. Тем не менее, мы сделаем небольшой акцент на металлургической отрасли. Есть, видимо, в этом определенная логика. Тем более, что сегодня непростой день для финансовых рынков после вчерашних событий, а именно статистики по штатам и наступления Бернанки после, так сказать, двухдневного заседания. В общем, мы об этом сегодня поговорим и, соответственно, посмотрим, подумаем о том, как жить дальше. Это всегда важно. И традиционно, 18.05 в Москве. Я нарисую картину маслом, что происходит сейчас на финансовых площадках. Ситуация следующая. Ну, красным все. Сегодня все в основном в красном цвете. И, начиная с наших индикаторов, РТС и МВВ сегодня теряют не так много, правда, но, тем не менее, ниже ватерлинии РТС минус 0,3% МВВ примерно так же. РТС 1612, МВВ 1538. Небольшая, ну, коррекция, не коррекция, но, тем не менее, небольшое снижение мы наблюдаем. Да, один лишь индикатор закрылся сегодня в зеленой зоне. Это Nikkei 225, японский. И то так достаточно скромно. Надо еще начать из того, что американцы вчера, да, видимо, начали это движение вниз. S&P и Dow Jones вчера закрылись в отрицательной территории. Тоже не так сильно, но, тем не менее, но, тем не менее. Ну, и посмотрим, как они будут чувствовать себя сегодня. Через полчаса они откроются, я это прокомментирую. Далее смотрим на сырьевые рынки и Форекс. Нефть марки Brent, как минимум, уверенно держится выше 114 долларов за баррель. 1472 текущая котировка. Вот, и после вчерашних хаев, можно говорить, что она консолидируется, причем так на достаточно приличных уровнях. Золото немного корректируется после вчерашнего роста. 1670 текущая его стоимость за унцию. И евро-доллар тоже стоит сегодня как вкопанный. 1.3560 текущая котировка. В общем, смотрит он с уверенностью вверх. Доллар-иена продолжает штурм 91 фигуры, пока это не удается. Но опять надо говорить, что все стоят на максимумах последних каких-то дней, недель. И это, и это, и это вопросы. Это заставляет задавать вопросы. Ну и набор голубых фишек я прокомментирую быстренько. Разнонаправленно сегодня они смотрятся. В основном все в красном. Лидер падения АвтоВАЗ, минус 3%. Дальше Росгидро теряет чуть больше 2%. Процент, опа, Газпром опять пошел вниз. Больше 1.3%, 141 рубль уже. И, 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 да и все. Сбербанк сегодня прибавляет 1%. И сейчас я бы посмотрел на график. Практически уже 110 сделал он. На чем непонятно, но радостно все равно. Аэрофлот 1,5%. Вот такова ситуация на финансовых рынках. Давайте начнем с обсуждения общей, да, общей конъюнктуры. Что происходит, я напомню, да, мы должны с вами, наверное, еще раз сказать о том, что вчера, да, негативная статистика по ВВП предварительно, хотя она во многом оправдана. Уже сегодня пишут, что ничего страшного. Да, именно поэтому никто вчера и так бурно и не реагировал. Ничего страшного, потому что, несмотря на отрицательную динамику, все равно это объяснимо. Расходы сокращаются, да, там разговоры-то были, да, военный расход на 10% практически. В общем, все нормально. Не переживайте, говорят нам. Дальше. Заседание Федрезерва вчерашнее закончилось. Ничего нового, все как положено, да. Будут продолжаться программы смягчения. В общем, остается завтрашний день еще достаточно интересный по рынку труда. Ну, давай, Арад, начнем с тебя. Что ты в целом можешь сказать по настроениям на финансовых рынках? Если бы начать вопрос со вчерашней новости по поводу снижения ВВП США, то, на наш взгляд, реакция рынка слишком сильная. Как вы уже говорили, вчерашнее снижение ВВП отразило главным образом снижение госрасходов на оборону. Однако, если посмотреть на другие индикаторы, которые имеют основное значение для металлургии, в случае США, это будет спрос на новые автомобили и строительство недвижимости, которые более актуальны, на мой взгляд, потому что отражают помещенную динамику, то мы увидим, что в США последние полгода строительство недвижимости и спрос на автомобили растет ускоряющимися темпами. Нет никаких признаков замедления заказов на товары длительного пользования в США. Что, на наш взгляд, как раз указывает на то, что все-таки американская экономика выходит из кризиса с уверенными темпами. В декабре... А то реакцию чрезмерной ты назвал. То есть вчера, в принципе, не надо было снижаться. Вчера все ждали выступления Бернанки. Думали, что он скажет. Думали, просто поддержит экономику или что-нибудь еще интереснее придумает. А и в итоге эти данные ПВП просто как неожиданно, ком на голову. Соответственно, как эти данные вышли, так за несколько минут. Вчера в 17.30 РТС просто показал свечу вниз на 1%. Никто не ожидал такого. Ну, то есть это будет эмоциональная такая история, эмоциональная. Потом, как обычно, сначала настроение испортят, а потом скажут. Да нет, оказывается, ничего страшного не случилось. Это же вон как. Саш, давай, прокомментируй ты. Ну, нет, честно говоря, я тоже поддерживаю такую точку зрения. На самом деле, для рынка металлургии больше важна статистика по продажам автомобилей, которые до сих пор видят большинство, согласно консенсу Блумберга, что будет рост. Мы знаем, что в 2012 году было рекордное количество автомобилей продано на рынке США. Как бы ожидается, что этот рост продлится и в текущем периоде. Ну, и также тоже позитивные новости из Америки приходили. Это Интерфакс цитировал. То, что часть металлургических компаний, ну, например, USA Steel, разослала сообщение своим покупателям, то, что в целом готова повышать цену на свою продукцию на 8% уже вот. Уже вот по текущим, да? Да, то есть, что мы видим, что металлурги сейчас постепенно начнут вот контрактоваться на более высоких уровнях, чем это было вот до этого. То есть, это определенные, как бы, шаги к нормализации в металлургическом секторе идут. Ну, и вот, например, как бы про США я сказал, а про рынок Китая, Китай, если смотреть на сырье, например, вот показывает внушительную динамику цены на руду, например, как подорожали. То есть, это такой рост произошел по сравнению с дном, где там цена, по-моему, около 100 долларов была за тонну руды. И, честно говоря, получается, что это один из важных, как бы, индикаторов. То есть, за, как бы, удорожанием продукции стальной последует и сырье удорожание. То есть, в целом, как бы, картина, мне кажется, будет нормализовываться. Вот этот, по крайней мере, этот год должен оказаться лучше, чем 2012 год. Завтра будет лучше, чем вчера. Вот такая песня, если вы помните, когда-то, да, широко звучала с экрана в телевизор. Ну, то есть, я понимаю, что вы оба склоняясь к тому, что текущая конъюнтура, как минимум, да, в металлургическом секторе, она благоприятная, благоприятная. Для этого есть основания, да, восстановления экономики Соединенных Штатов Америки. И вот, хорошо, Саша сейчас вспомнил о Китае. Китай, кстати, завтра, буквально, да, завтра ночью, ну, по Москве, по крайней мере, завтра рано утром выйдет достаточно важная статистика именно по Китаю, да, индекс деловой активности, непосредственно НБС и вариант банка HSBC. Вот мы посмотрим, да, какие... Ожидания, кстати, позитивные, и в том, и в другом случае, да, Китай восстанавливается. И, собственно, всегда мы об этом говорим, да, Китай, азиатский регион, и его флагман в данном случае, это основной потребитель, да. Я бы просто хотел дополнить. Для металлургии ситуация в Китае, вообще в Азии, гораздо важнее, чем ситуация в США. Это связано с тем, что китайская экономика потребляет половину мирового металлургического сырья и производит половину стали. Если посмотреть на то, что в Китае происходило в последний год, насколько мы все помним, первая половина года характеризовалась с какими-то странными депрессивными настроениями, звучала тема, ну, доминирующей темой было, да, о том, что в Китае происходит хардлендинг, слишком быстрое замедление экономики, которое может привести к окончанию, вернее, к перелому интереса к сырьевым товарам. Это было связано с тем, что из Китая снижался экспорт в Европу из-за финансовых проблем в Европе. Однако, ближе к лету в Китае наступил перелом ситуации, который состоялся в том, что Китай успешно осуществляет политику стимулирования внутреннего спроса, в результате чего мы видим, что несмотря на ухудшение ситуации в Европе, продолжающейся последние полгода, даже шире последний год, в Китае начало расти промышленное производство, и в Китае начался бум на приобретение товара длительного пользования, в первую очередь на автомобиле. И декабрь, например, для Китая показал... Айра, давай мы сейчас прервемся, мы послушаем новости, да, а потом продолжим о Китае, это очень важно. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.фм, меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, в частности, говорим о проблемах, а может быть и отсутствии этих самых проблем. У металлургов, у всемирных и у наших отечественных, естественно. В гостях сегодня Айрат Халиков, старший аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал», и Александр Морин, аналитик инвестиционной компании «Совлинк». Айрат, ушли на новости, да, у тебя была интересная история. Про Китай мы говорим обязательно, это нужно. Мы остановились на том, что в середине 2012 года в китайской экономике произошел перелом, а именно рост экономики и промышленного производства ускорился благодаря росту внутреннего спроса. Мы увидели последние полгода ускоряющийся рост спроса на автомобили. Аналитики по металлургии и сами металлурги могли увидеть это, как начавшийся в августе еще не уверенный рост цен на стальной прокат в Китае. Позднее осенью мы увидели рост цен на железную руду. Однако во втором полугодии на российский рынок этот позитив из китайской экономики еще не перекинулся на российскую экономику. Что это связано главным образом с тем, что... Ну это смотри, я не перебью тебя, это сейчас мы, да, ну как всегда бывает, прошло время, мы так оглядываемся и говорим, вот оказывается с августа месяца, там со второго полугодия, да, Китай начал выходить... Нет, я как раз, кажется, в сентябре выпустил ресерчек, где я начал писать о том, что судя по индикаторам складывается ощущение... Да-да, Китай восстанавливается, да? ...что худшее уже позади. А летом мы все-таки так не думали, если вспомните, да, потому что индексы деловой активности, да, все время ниже 50 и какая-то... Но мы в России просто смотрим туда, что нам ближе. Нам ближе и понятнее Европа, ближе и понятнее США. В США, когда мы говорим об американской экономике, чаще всего мы редко говорим о промышленной ситуации. В Штатах. Да, в Штатах. То же самое касается и Европы. В Европе ситуация весь год продолжала ухудшаться, и для нас, возможно, складывалось ощущение, что мир рушится. Однако, если взять вот в расчет спрос на сталь в мире по месяцам и сложить, учесть рост потребления в Китае, рост потребления в США и вычесть снижение спроса в Европе, то мы увидим, что как чистый результат спрос на сталь в мире увеличивался. И прежде всего за счет Китая. И США. Я понял. Ну, в данном случае опять надо употребить именно эту фразу, что Китай локомотив, да, он с точки зрения спроса на металлы, прежде всего, да, на сырье, он, так сказать, флаг. Конечно, китайская экономика напрямую на российскую методологию не влияет. Нет, это понятно. Я помню, мы летом прошлого года как раз говорили еще, когда вот были эти все сомнения, мы говорили, такая фраза звучала от ваших коллег, вытянет Китай мировую экономику из кризиса или нет, да, Саш? Вот такая, да, это корректно вообще такую фразу произносить? Ну, в принципе, если учитывать высокую долю объема, как бы, производства Китая и его потребления, то, естественно, на Китае большая ответственность. Ответственность именно так, вытащит мировую экономику. И если смотреть, что весь негатив и до сих пор как бы вот идет, и там нормализации особо нет, то это с Европы идет. А в Китае в то же время мы прошли дно, ну, вот, это можно видеть, например, по данным промпроизводства. Дно было у нас в сентябре, 8,9% составил год к году данный индикатор, а вот сейчас в январские данные этот индикатор составляет 10,3% год к году. То есть это, я считаю, что потрясающий просто рост был. То есть все опасения, которые были заложены, что Китай все-таки замедлится, что, боже, они там упадут, жесткая посадка, нет, это не стало. И более того, Китай значительно увеличил объем производства стали. Это порядка, ну, смотря как считать, то есть с Тайванем или без, это где-то 4-5% год к году. Это существенный рост, в то время как вот по данным ВСА по 62 странам прирост составил где-то 1,4-1,5% в целом по всем странам. То есть, получается, Китай опередил в три раза вот этот рост. И в то же время Россию тоже, вот давайте посмотрим. Получается, что Россия темп, Россия выросла на 2,7%. То есть, в принципе, мы тоже показали рост объемов производства стали на фоне того, что замедлился спрос. То есть были проблемы со спросом в Европе, у ряда металлургов вынуждены были снижать. Ну, например, ориентированные на данные рынки, например, на ЛМК, например, наоборот, отчитываясь, при росте объема производства там на 25% год к году. То есть вот это, но изменив, правда, соотношение конъюнктуры, то есть распределения продаж в целом по компании. Поэтому я считаю, что в целом вот именно Китай и США вот будут теми как раз локомотивами, которые вытянут как раз металлургический сектор и, главное, поспособствуют росту цен на металлопродукцию. Давай. Я бы хотел немножко затронуть вопрос, каким образом ситуация в Китае влияет на российскую экономику. Вот и я хотел тебя попросить, конечно. А последовательно ты сказал, не напрямую. Вот как это выглядит. Дело в том, что российские металлурги и китайские металлурги напрямую не конкурируют на рынках. Но конкуренция происходит за сырье. В России металлургических углей, а именно как сущихся углей, производится больше российских потребностей. Значительная часть экспортируется, в том числе, в Азию. И в Азии уже российские производители коксущихся углей конкурируют с поставщиками углей в Австралию. Извините, в Китай. Основные поставщики углей в Китае — это Австралия и Бразилия. Это во-первых. И поэтому, когда в Азии, например, растут или снижаются цены на коксущиеся угли, то же самое начинает происходить у нас. То есть, например, растут цены в Азии, российские угольщики стремятся больше экспортировать, соответственно, растут цены и на внутреннем рынке. Это во-первых. Во-вторых, Федеральная антимонопольная служба России сейчас продвигает политику, чтобы уменьшить недобросовестную конкуренцию, а именно привязать цены на угли и железную руду на внутреннем рынке к азиатским ценам. В первую очередь, на австралийские цены на коксующиеся угли. И, соответственно, когда в Азии мы видим взлет, то в рамках этой политики ФАС цены должны расти и на внутреннем рынке. Поскольку наши металлурги не хотят нарушать законы и ссориться с ФАС, они стараются выполнять это. Однако, все-таки цены в Азии настолько волатильные, и наши металлурги на внутреннем рынке и угольщики все-таки отстают. То есть, например, когда в 2011 году мы увидели ралли на коксующихся углях в Китае из-за наводнения в Австралии, российские угольщики были гораздо скромнее в своих запросах, не стали накручивать цены на 20-30 и выше процентов. Хотя могли, да? Хотя могли. По логике вещей, то имеем право, что это называется. Кстати, их что сдерживало в основном? Вероятное недовольство со стороны, так сказать, руководящих органов. Ну, а напрямую даже... Однажды я как-то позвонил к одному из угольщиков, говорю, в Австралии взлетели цены, почему вы не повышаете, как в 2008 году? Они говорят, ну мы в какой стране живем? У нас не принято быть особенно алчным. Ну это нормально, кстати. Мне это радует. Ну так вот, мы говорим о взаимосвязи, не прямой, о взаимосвязи, о том, что происходит в Китае и, соответственно, как ситуация в России. То есть, да, просто цены в Азии часто выступают бенчмарком при заключении контрактов между угольщиками и металлоргами. Хотелось бы добавить по поводу тоже цен на сырье. Да, действительно, мы все-таки ориентируемся на экспортные рынки, то есть привязаны цены внутренние, в том числе на сырье, и вот металлы, это экспортные рынки. Но хочется отметить, вот как раз я распаску так сильно, так сказать, журил за данную как бы практику. Удалось, вот по информации в СМИ, удалось ММК и НОМК, например, поменять условия контрактования сырья, да, с распаской, например. Раньше использовалась как бы базис по квартальной, то есть назначаясь цены на квартальной основе. То есть цена, условно говоря, была более устойчива к изменению на цен в мировой экономике. То есть стабильность цены и обеспечивала стабильность некоторой выручки, то есть можно было планировать. Сейчас же это вот было пересмотрено как раз примерно, по-моему, август. Вот получилось так, что НОМК и ММК получили возможность контрактоваться на двухмесячной основе. То есть тем самым снизив свои расходы на сырье, то есть приобретаемое распаской. Это можно, в принципе, увидеть, как у распаской, например, цена средней реализации резко упала по сравнению. Ну, то есть я смотрел в целом по рынку, как отличается распаска контрактуется по нижней границе на диапазонах всех угольных компаний, которые у нас предоставляют сырье, концентра как существует. Ну, это результат как раз того, что они перешли на реки двухмесячных. Да, то есть потеря где-то 7-10% от цены средней. То есть получается, что... И причем, что интересно, вот, например, это будет на самом деле видно в результатам годовым, вот, в финансовом результатам распаской, когда резко возрастают объемы реализации, например, распаской. Вот, например, в четвертом квартале им удалось сбыть, по-моему, больше, чем миллиона тонн, вот, не миллион тонн, а несколько тысяч тонн на экспорт. Именно на зарубежные рынки это выступала Азия, но так как объемы большие, то, соответственно, пришлось уступать цене, например. И поэтому, как бы, стоит тоже, как бы, учитывать то, что компаниям не так уж просто возвращать цены вот к тому уровню, который, вот, например, в Китае приводит. Я понял. Хорошо, давайте тогда сейчас еще прервемся, мы время новостей на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. В гостях сегодня Айрат Халиков, старший аналитик конституционной компании «Велес Капитал», и Александр Морин, аналитик конституционной компании «Софлинк». Значит, мы с вами в основном сегодня говорим о металлургии, мировом масштабе, в масштабе Российской Федерации. Сейчас мы будем смотреть на основные фишки, связанные с этой историей. А я начну с того, что обычно делаю в это время. 16.31, американцы открылись, и любопытно, что происходит у них на открытии. Ну, оба и Dow Jones и S&P 500 снижаются пока на 0,1%, хотя, как правило, да, это не показатель. Посмотрим, что будет дальше. Значит, напомню, вчера они немножко подкорректировались, и учитывая, так сказать, фундаментальную динамику, фундаментальный показатель событий вчерашнего дня, не исключено, что и сегодня снижение может продолжиться. Поживем и видим. Так, продолжим, да? Распадский рассказывал Саша, Айрат хочет что-то добавить по этому поводу, давай. Почему такая ситуация с Распадской? То, о чем говорил Александр, у Распадской как бы малая рыночная власть, и менеджеры Распадской особенно не наглеют. Я это связываю с тем, что после аварии, произошедшей на шахте Распадской, их так затюкали проверками, что менеджеры стали очень осторожными и боялись уже вести себя агрессивно на рынке. Но теперь, после того, как Распадская перешла под контроль Евраза, и у Евраза в руках напрямую и опосредованно под контролем 40-45% российского производства как сущихся углей, я думаю, это время неуверенной активности Распадской на рынке уже позади. И в скором времени, скорее всего, Евраз станет в России маркетмейкером на рынке как сущегося угля. Другие производители как сущегося угля, Мечел и Северсталь, на внутреннем рынке, скорее всего, будут ориентироваться на крупнейшего производителя. Тем более здесь я дополню, как я уже говорил, ФАС потребовал, чтобы Евраз из-за увеличения рыночной власти потребовал, чтобы Евраз разработал торговую с бытовой политику. Одним из ключевых моментов является привязка цены на коксующиеся угли и к ценам на австралийский уголь в Азии. А у этих углей гораздо более высокий потенциал на внутреннем рынке. Из-за дефицита в Азии, при том, что в России имеется профицит производства металлургического сырья, в России и руды, и как сущихся углей производится больше, чем требуется российской экономике. В данном случае ориентация на цены в Азии будет лишь на пользу угольщикам. Нашим угольщикам. Да, нашим угольщикам. Это здорово, это здорово. Давайте тогда продолжим разговор о российском рынке, и я с удовольствием послушаю, и наши слушатели, я думаю, это сделают тоже. Основные идеи, связанные пока с металлургией, Саш, какие ты видишь, помимо Распадской? Ну, я на самом деле сейчас просто готовлю ресурс по Евразу. Мне вот среди перспективных, это вот я Евраз хотел озвучить, и Северсталь. У Евраза на самом деле интересная идея сейчас будет связана, на то, что они заканчивают проект по минимизации производственной себестоимости, призванные сократить их потребности в сырье. А сырье, как мы знаем, это одна из ключевых компонентов себестоимости для любого металлурга, то есть она доминирует в его себестоимости. Предполагается, что на 20% себестоимость снизится после реализации данного проекта. Кроме того, стоит отметить еще выход на самообеспеченность сырьем, то есть это как сущийся уголь и железная руда, он произошел даже ускоренными темпами, за счет и Распадской, и вот проекты, которые будут реализованы в этом году, должны дать полную самообеспеченность. Что это означает? Это означает, что Евраз не будет, вероятно, закупать уголь. Скорее всего, уголь будет закупаться тех марок, которые необходимы для смешивания. Просто надо учитывать, что некоторый уголь требуется определенного качества, поэтому надо смешивать. А так в основном, то есть будет свое. И может в перспективе, это в будущем, не этот год, в следующие года, выйти, как вот у Северсталя, это на продаже собственного сырья. И, в принципе, вот я консолидирую уже, соответственно, Распадскую. Видение такое, что Распадской дадут как бы свободное плавание в Евразии. Скорее всего, только какой-нибудь контракт долгосрочный будет привязан к цене. То есть определенные объемы будут выбираться Евразом. Но это как бы мизер по сравнению с тем, что Распадская может выдавать во внешние рынки. И я думаю, что в конечном итоге это скажется на общие выручки Евраза в будущем. Ну и, соответственно, на показать их рентабельность. Рентабельность, можно так сказать, что у Евраза сейчас такой крепкий середнячок, потому что и есть куда, на самом деле, над чем работать. Они провели значительную работу еще в плане минимизации расходов по финансовым расходам, то есть сокращение средней эффективной процентной ставки с уровня 7.25 по году, вот то, что он был, до 6.1-6.2. Вот я недавно общался с IR-ом Евраза. То есть, что это говорит, что удачное размещение долговых инструментов позволит компании снизить долговую нагрузку, и таким образом в будущем, как бы, это может отразиться, ну, финансовые расходы у нас снижаются, соответственно, это на конечный финансовый результат положительно сказывается. А мы знаем, что вот Роман Абрамович, как бы, ну, во всяком случае, я так замечаю, что цель, как бы, выплаты дивидендов по компании, и, в принципе, может перспективным дивидендным активом стать Евраз. То есть, в этом случае еще, да, идеи дивиденды, да, на эту акцию? Тоже, тоже в перспективе в будущем просто будет получать от того, что будет расти прибыль одновременно, и, в то же время, это будет, как бы, виден интерес, как бы, руководство компании, да, в том, чтобы выплачивать дивиденды, то есть, в принципе, и, в принципе, это даже справедливо. А Северсталь, я вот до сих пор, как бы, сохраняю ту рекомендацию, которую давал в самом начале года, того уже. Северсталь просто самый, так сказать, устойчивый металлург по сравнению с тем, со всеми, что мы имеем. В плане устойчивости я имею в виду, что самые лучшие показатели рентабельности бизнеса по любым, как бы, показателям и диверсифицированная структура, то есть, я считаю, что Северсталь, у нее в планах развития это Америка, например, стоит, так как вот... То есть, американский рынок завоевать, да? Да, вполне возможно, что там просто были проблемы, определенная низкая рентабельность американских активов, но если американский рынок у нас будет восстанавливаться, ну, в плане, я имею в виду, бурными темпами, например, по строительству, там в основном, правда, холодный прокат, холодный прокат, это у нас автомобильный рынок, но они как бы и продают этого. Я считаю, что это правильная стратегия, которая реализуется, но просто я считаю, что в будущем это как раз точка роста как раз для компании будет. То есть, два металлурга, вот я могу выделить, то есть, именно Северсталь и Евраз. В отношении вот схожей как бы НЛМК, например, да, тоже второй по рентабельности на втором месте находится по сравнению с Северсталью, но тут проблема ориентированность как бы в Европу, европейские активы, то есть, может быть такое, что если у нас не произойдет как бы существенное перераспределение потоков продаж металлопродукции, то как бы может в конечном итоге сказаться и на рентабельном бизнесе. То есть, здесь какой-то сценарий стрессовый, мне кажется, будет вот на этот год. Это по... НЛМК это было, да. Айрат, давай тебя послушаем. Если говорить по черным металлургам, у меня, конечно, позитивные взгляды на акции Северсталь и Мечел, и НЛМК, однако, я бы все-таки инвесторам посоветовал быть осторожным с этими бумагами. С чем я это связываю? Во-первых, да, мы видим рост в крупнейших потребителях металлургии, однако рядом с Россией находится Европа, в которой ситуации продолжают ухудшаться. Несмотря на то, что европейцы борются с долговым кризисом, они не предпринимают никаких мер для стимулирования экономического роста в Европе. Ну, это так. Во-первых. Во-вторых... У них такая программа, которую Германия предложила. Но, наоборот... Главное, Германия растет, а что происходит там, например, в Италии и Испании, с экономиками, это не так важно. Экономия, экономия. Но они там всех поувольняют, и будут рабочие руки на заводах немецких работать. Совершенно верно. Сейчас сезон отчетности. Металлурги на этой неделе опубликовали производственные результаты по первому кварталу. Неожиданно для рынка почему-то они оказались плохими. Хотя, например, для меня они не были плохими. Я, например, пересчитал прогноз выручки Северстали в соответствии с ее результатами, последними производствами, и скорректировал прогноз выручки вниз на 0,7%. То есть, на самом деле, это не было никакого... в реальности не было шоком для рынка. Затем в марте мы еще увидим публикацию финансовых результатов четвертого квартала. И я думаю, что для участников рынков это тоже почему-то окажется шоком. И, возможно, в марте наши металлурги опять будут падать, опять будут писать статьи о том, что все плохо. То есть проблема в том, что эти показатели ожидаемы, а реакция неадекватна. Но слишком сильная, да. И то есть я оценил бы инвестиции в акции черных металлургов как слишком рисковые на данный момент. Я бы предложил подождать, во-первых, когда компании отчитаются за четвертый квартал, и продолжал бы смотреть на конъюнктуру в Европе. Нам как бы важно дождаться такого момента, когда выйдет отчетность по итогам четвертого квартала, когда в Китае начнется сезон строительства в конце февраля, когда в России в конце первого квартала также начнется сезон старта строительства, это март, тогда мы увидим, скорее всего, рост цен на продукцию металлургии, и тогда именно с высокой вероятностью начнется ралли в акциях черных металлургов. И тогда вот именно в марте, на мой взгляд, будет вход в акции металлургов являться невысокой рисковой инвестицией, какой она является сейчас. Я понял. Давай я тебя прерву, потому что у нас есть звонок. Послушаем. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. Два, наверное, вопроса попробую задать. Значит, первый вопрос, вот то, что вышло в ВВП предварительное, да, в Америке никакого падения, никто не отреагировал там, особенно у них. Это при том, ну, не при том, а мнение такое, что почему они не упали, потому что всего лишь там, ну, как говорится, из-за вот этого фискал-клива, да, и там на оборону не выделялись здесь, из-за этого, да, всего лишь 0,1 там процент они потеряли. То есть можно сказать, что там за весь год там 0,4 потеряют, не такая же большая это. И не значит ли это, что когда потолок госдолга будут решать, как раз и возникнет между республикатами и демократами опять какая-нибудь потовасия, ну, то есть они будут понимать, что особо от того, что мы спорим, долго тянем и не выделяем там средства, ничего особо рынок не влияет. Вот, это вопрос. А второй вопрос, так, вкратце, вот автомобильный рынок вырос, да, в Америке. Насколько он там в автомобильный сезон будет влиять на рост цен на нефть, на спрос на нефть, и будет ли в какой степени, ну, так, так, отвлечено. Или просто замещение произошло старых машин на новое. Понятно. Спасибо, Владимир, понятно. Ну, давайте, времени не так много, значит, первый вопрос, касаемый вчерашей статистикой по ВВП. Да, мы его уже, в принципе, осветили. Ну, два слова буквально давай еще скажем, значит, в зависимости какая. Почему не так сильно упали, хотя все очень плохо было, да? Упали не так сильно, потому что потребление товаров в длительном пользовании, а именно спрос на автомобили не снизился. Давайте послушаем новости еще раз, потом тогда вернемся. Итак, друзья, мы продолжаем наш разговор. Последние 12 минут. Обычно в это время мы отвечаем на вопросы. Ну, и опрос был задан нашим слушателям Владимиром. Давайте еще раз, да, буквально, айрат осветим. В общем, вчерашняя история с ВВП, да? Давай. На наш взгляд, рынки отреагировали так спокойно на данные ПВП, в связи с тем, что ключевые индикаторы, которые указывают на ожидание экономического роста, а именно заказы на товары длительного пользования в США, продолжали расти так же стабильно. То есть ничего не указывает на замедление в реальности в экономике США. То есть в США продолжается бум в автопроме и бум в строительстве новых домов. Ситуация в экономике США улучшается. Улучшается. Все нормально. В этом смысле, да, эта цифра... Она просто оказалась неожиданной вчера, никто не ожидал. Я думаю, на второй тогда вопрос отвечу. Давай. Слушай, по поводу автомобильного рынка. Ну, есть статистика, что у нас по первичным продажам автомобилей было продано 14,3 миллиона машин в США только. На этот год предполагается, что будет продано 15 миллионов машин. То есть уже существенный рост. Могу так еще сказать, я это в самом начале эфира говорю, то что и Китай, и США вместе взятые, они аккумулируют как бы 43-44% всего, всех продаж вот этих автомобилей первичных. То есть надо смотреть еще в то же время и на Китай все-таки. Китай побольше, чем Америка, но все вместе вот они предъявляют как раз вот... Автопром как бы тоже разгоняет в этом плане. То есть, в принципе, вопрос, я так понял, что как это отразится на ценах на нефть и... Ну, я так понимаю, Владимир имеет в виду некий еще автомобильный сезон. Помимо того, что продажи автомобилей увеличились, да, у нас традиционно... Мы связываем динамику цен на нефть с началом автомобиля сезона или там с окончанием сезона. Могу сказать, что ожидается, что будет рост. Рост, да. Да, но и в принципе хороший рост, и это позитивно для рынка металлургии. Да, для рынка металлургии, но и надо говорить, что для рынка в целом, да, ведь... В целом, да, да, безусловно. Все равно мы говорим, да, растут металлурги, спрос на сырье, на металл или на любое другое. Это прежде всего отражение аппетита к риску, да. Если аппетит растет, то растет все подряд, и только поливай. Так, дальше давайте вопрос отвечаем. Вопрос по ГМК Норникель, да, Айрат? На мой взгляд, ну, наша рекомендация по Норильскому Никелю держать. На мой взгляд, дивидендная идея, именно идея о том, что Норильский Никель, возможно, будет выплачивать до половины своей чистой прибыли в виде дивидендов, на мой взгляд, она уже отыграла акции Норникеля, росли с начала декабря, уже поздно покупать Норильский Никель. С другой стороны, если посмотреть на конъюнктуру цветной металлургии, то, например, на Никель и на медь, то в январе мы видим боковую динамику. На данный момент, ну, как я понимаю, даже по оценкам в отрасли, нет никаких ожиданий о том, что, например, в ближайшие полгода Никель покажет какой-то резкий рост. Раньше, до кризиса, да, до 2008 года, Никель рос благодаря бурному росту спроса в Китае. В последнем году, я имею в виду, в 2012 году, ситуация переменилась. То есть китайское правительство сейчас активно разрабатывает и продвигает новую идею, которая состоит в том, чтобы увеличить извлечение никеля из металлолома. И эта политика может кардинально изменить вообще темпы роста спроса на никель. То есть мы не ожидали какого-то особого обстоятельства. Некие внутренние ресурсы пытаются, да? Да, и внутренний спрос он стимулирует, и некие внутренние ресурсы металлолом собираем и оттуда берем. Да, ну просто для Китая это весьма критично. Там на данный момент такая ситуация, что в Китае, в принципе, не очень дорогая рабочая сила, а сырье и электроэнергия для Китая обходятся очень дорого. Соответственно, они пытаются... Кстати, мы говорим о том, что уже Китай, да, так сказать, не самая выгодная площадка для производства становится. Там дорожает рабочая сила и дорожает в связи с затратами на электроэнергию. Там в том числе удорожание рабочей силы происходит еще... Сегодня как раз была новость, что население Китая сократилось на 300 миллионов, по-моему. 300 миллионов? Не-не, ой, не 300 миллионов, но существенное изменение населения. Ну, то есть, получается то, что даже правительство Китая рассматривает такую возможность отмены вот этого вот... Позволить старок второго рожать уже, да? Да, один ребенок с семьей, и что в конечном счете это придет, но это только срочный период, это удорожание рабочей силы. То есть, скорее всего, будет рост зарплат, и тем самым вот переход, перевод части производства, возможно, вот возвращение там куда-нибудь... Ну, вот как Америка перенеслась через своих производств, да, то, я думаю, часть может вернуть. Я понял. Давайте еще вопрос есть от Олега. Если цены на металл, в скобках арматуру, пишет он, пойдут вверх, повлияет ли это на цены на недвижимость, или это не взаимосвязано? Ну, сейчас говорим о нашем, да? Вообще, да, маловероятно вообще, что это повлияет на цены на недвижимость. Это связано с тем, что, собственно, цены сырья в России, используемого при строительстве жилья, вместе со стоимостью, собственно, строительства, составляют менее четверти от конечной стоимости жилья. Значительная часть затрат составляет получение разрешения, получение права на землю и затраты на подведение коммунальных сетей электричества и отопления. То есть не окажет никакого влияния на желез. Ну, либо незначительно, да, либо незначительно, хотя все-таки не очень логично это, да? Нет, но на самом деле, если посмотреть, вот было снижение в течение же года, у нас очень сильно падали цены на квадратные метры, по-моему, нет. На мой взгляд, конечно, для рынка жилья критичнее другое, а именно стоимость затрат на ипотеку. В 2012 году в России же был бум на ипотеку, рекордно за все время получение количества выдачи ипотечных кредитов. Но во втором полугодии мы видели рост процентной ставки по ипотеке. Если все-таки ситуация стабилизируется, ставка снизится, то, я думаю, да, ситуация с недвижимостью будет улучшаться. Вот именно из-за увеличения доступности кредитования. Никак не из-за того, что может вырастить себестоимость. Ну, понятно, да, себестоимость, чем-либо за счет цен на сырье. Кстати, здесь тоже палка двух концов, как мы говорим всегда, да, с одной стороны, это хорошо, доступные кредиты, ну, ставки, правда, вряд ли можно говорить, ну, так, на общем, мировом уровне, что они сильно доступны, да? Но, тем не менее, вот народ наш, значит, россиянин, тем не менее, соглашается и на такие условия, вот, и это может разуть пузырь в очередной раз, ведь мы видели это уже, да, до кризиса восьмого года. Ну, пузырь недвижимости в России, не знаю, трудно сказать, в США же все-таки пузырь недвижимости был связан с выдачей кредитов. Да, плохих кредитов. Ну, неплатежеспособность. Совершенно верно, да. Как я понимаю, в России ситуация гораздо строже с этим, то есть нам до пузыря еще очень долго. Причем ситуация чем отличается в России и США? Да, в США, как я понимаю, выпускали плохие кредиты и не особенно опасались, потому что сразу секьюритизировали долг и продавали потечную облигацию к какому-то другому банку. В России это не очень развито. То есть, соответственно, риски выдачи плохих кредитов банки несут сами. И они, естественно, будут думать, да? Кроме того, у нас очень сложно обойтись без залога, условно говоря, по большей части кредиты вот под ипотеку, да, это же все равно под... Необходимая первоначальная износность, да. Да, еще частично там, по-моему, 30%. Ну, видимо, разные какие-то условия, да, 30-50%. То есть, значительно строгие условия, которые и так уже сдерживают вот этот, то есть, оппортунистическое поведение со стороны. Оппортунистическое, безусловно. Человек в кабалу идет, причем идет радостно, да, размахивая руками. И еще один вопрос, времени немного, давай, Саш, его тебе тогда. Да, по поводу золота, ожидание роста драгоценного металла, учитывая, что он достаточно волатильный. Да, давайте насчет золота поговорим. По поводу вот золота, пока статистики нету за 12 месяцев, но я посмотрел вот то, что 9 месяцев и 3 квартала. World Gold Seal вот обнародовал данную статистику, там наблюдается снижение инвестиционного спроса, значительно на 16%, но это квартал к кварталу в третьем квартале. В течение года инвестиционный спрос каждый квартал падал. То есть, в целом у нас получается, что интерес к золоту, как вот защитному активу, он упал, то есть, на фоне роста аппетитов к риску. То есть, что произошло? Скорее всего, часть инвесторов перетекла в акции, это временное явление на самом деле, и оставило золото позади. И котировки акций, поэтому и не сильно, так сказать, кто-то строил прогнозы, что золото будет 2000, например, стоить. Продолжают, я иногда слышу такие прогнозы. Есть такие прогнозы, но просто, чтобы золото выросло, должна в моменте сразу экономическая ситуация сильно ухудшиться. Вот у меня ориентиры по золоту выше, конечно, 1700-1800, это среднее, то есть, где-то 1750. Прошлогодние максимумы и максимумы 2011 года, собственно. Да, ну, там было 1900, по-моему, знаешь, но просто я считаю, что в этом году на фоне того, что у нас активы сильно подешевели достаточно, можно и пройдет, скорее всего, восстановительная динамика в части, будет приобретать, например, с хайбетой, в том числе и металлургический сектор. Вот если посмотреть, например, ну, и еще будет, например, интерес с точки зрения сделок, вот, слияния и поглощения, вот, если я тоже следил за этим, вот, например, экстрата и глинкор, как объединение, это два крупнейшего, один, соответственно, объединился, объединился с другим, но там обмен произошел акцией. Ну, просто на этом можно заработать, причем значительные деньги, как бы, и, ну, и не застой длительный срок, выжидая, когда же у нас золото подорожает до, ну, до максимума, да, например. То есть, соответственно, есть какие-то альтернативные. Саш, подожди, времени мало, просто я еще раз хочу вопрос сформулировать. Ты ждешь в ближайшее время чего от золота? Расти оно будет, падать или будет болтаться вот так же, как это происходит? Сейчас оно будет болтаться, а потом, когда у нас будут новости по, там, фискал-клиф, соответственно, будет... Да, 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 то есть опять все ухожат, ухудшится, да? Все ухудшится, это неизбежно тоже отразится то, что будет, о боже, что-то там не то. И все пойдут в золото, да? Да, соответственно, будет какой-то отток. Все, друзья, спасибо вам за внимание, спасибо моим гостям Айрат Халиков, старший аналитикционной компании «Велиз Капитал», Александр Морин, аналитикционной компании «Софлинк», я Олег Дмитриев, успехов на рынке, всего хорошего, до завтра.